МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на первом Волгоградском канале. События дня. После перепроверки допинг-пробы восьмилетней давности волгоградская легкоатлетка Татьяна Лебедева собирается в суде бороться за олимпийские медали Пекина. Экологический совет при областной думе начнет весну с совещания по проблеме промышленных выбросов. Волгоград пригласили специалистов из Германии. Семейная пара из Краснооктябрьского района Волгограда попыталась продать оперативным сотрудникам полиции килограмм потенциально опасной для здоровья черной икры. Очень старый трубопровод не выдержал и лишил теплоснабжения 45 тысяч жителей Кировского района Волгограда. Коммунальные службы устраняли аварию всю ночь. 150 многоквартирных домов в Кировском районе Волгограда остались сегодня ночью без тепла. Причина была в аварии на магистральном трубопроводе на улице Быстрова. Коммунальщикам пришлось потрудиться, чтобы добраться до проблемной трубы, проложенной еще в 90-е годы. Сначала нужно было демонтировать бетонные плиты. Кроме того, порыв оказался очень серьезным. Было решено полностью заменить 10 метров теплотрассы. Подача тепла к отключенным домам началась в 11 часов дня сразу после окончания сварочных работ. Знаменитая волгоградская легкоатлетка, член Совета Федерации от региона Татьяна Лебедева сегодня подтвердила намерение обжаловать в суде решение МОК. Напомним, вчера, 25 января, стало известно об аннулировании ее результатов на Олимпийских играх в Пекине. Из-за того, что перепроверка допинг-пробуй восьмилетней давности дала положительный результат, Татьяна Лебедева прокомментировала ситуацию в высоте 102. Дело в том, что об этом решении, вообще об этой ситуации я уже знала раньше, мне уже осенью известили, и у меня уже адвокаты работают, и сейчас, конечно, я не буду останавливаться, мы будем подавать апелляцию. Единственное, конечно, сейчас нужно будет обговорить, на чем мы будем строить защиту, потому что доказательств, конечно, очень сложно найти в том плане, что прошло 8 лет, и если сейчас, если это было вчера, можно было сто раз поднять, где, что, почему, а по прошествии 8 лет, тут даже элементарные детали, которые могут сыграть существенную роль в доказательстве, они, к сожалению, просто утеряны. Я буду защищаться до последнего, пока у меня будут силы, это как и в жизни, и в спорте у меня всегда было правило никогда не сдаваться. Еще одна волгоградская олимпийская чемпионка, а ныне председатель комитета молодежной политики региона Елена Слесаренко, находится в похожей ситуации. Прошедшей осенью МОК лишил ее четвертого места на Олимпиаде в Пекине, также по причине того, что перепроверка допинг-пробуй показала наличие запрещенного вещества. Слесаренко уже провела ряд консультаций с юристами по поводу обращения в спортивный арбитражный суд. С поличным при незаконной продаже одного килограмма черной икры задержана семейная пара из Краснооктябрьского района Волгограда. Для того, чтобы изобличить продавцов особо ценного биологического ресурса, оперативники провели контрольную закупку. В настоящий момент специалистами Фонда продовольственной безопасности, а также сотрудниками ГосНОРХ, производится отбор образцов, обнаруженный на месте в ходе проведения закупки, а также в ходе осмотра помещения икры черного цвета. Оказалось, что черная икра изготовлена не в заводских условиях и является опасной для жизни и здоровья. Теперь семейной паре, которая уже была судима за незаконную реализацию икры осетровых, грозит крупный штраф и срок до 6 лет. Экологический совет при Волгоградской областной думе планирует крупное совещание по ситуации с промышленными выбросами в регионе. На заседание приглашены эксперты из российского бюро наилучших доступных технологий и специалисты из Германии. Об этом сегодня на заседании парламентского часа по проблемам экологии в областной думе заявила вице-спикер областной думы, руководитель экосовета Ирина Соловьева. Особое внимание обращено на необходимость снижения выбросов предприятий в атмосферу вредных веществ, что необходимо сделать прежде всего за счет технологического переоружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий. В наступивший год экологии у экологического совета при Волгоградской областной думе большие планы, прежде всего планируется закончить разработку концепции экологического просвещения и добиться полного взаимодействия всех природоохранных ведомств региона и органов местного самоуправления. В сегодняшний день был отмечен снегопадом, он начался еще ночью и к утру в Волгограде выпало около 9 сантиметров осадков. Уборка основных и поперечных улиц Центрального, Дзержинского, Тракторного и Краснооктябрьского районов с помощью колонн спецтехники МБУ «Северная» началась в полчетвертого утра. «Упор делается в таком снегопаде, посыпание происходит первые два часа, если такой снегопад идет, вот у нас первая колонна пошли в четыре, через шесть часов мы пустили вторую колонну, мы смотрим по осадкам». Насколько хорошо коммунальщикам, отвечающим за содержание уличной дорожной сети удалось справиться с сегодняшним снегопадом, будут судить прежде всего жители Волгограда, но так или иначе, всего в городе ранним утром очищать дороги от снежной каши, вышли около 80 единиц спецтехники и почти 100 рабочих ручной уборки. На этом все, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова